Здравствуйте, мои дорогие водолей! Давайте вместе с вами посмотрим, что вас ожидает на август месяц, что вам высшие силы подсказывает на начало месяца августа, на середине месяца и на конец месяца. И конец расклада мы возьмем карта совета для вас. И если вы готовы, давайте мы начнем, что вам высшие силы подсказывает на начало месяца. И первая карта показывает Верховная Жрица. Верховная Жрица это показывает вашу мудрость. Знаете, здесь еще может быть такое, что уже в начале августа, мои дорогие водолеи, уже как будто благодаря вашей мудрости, вашей интуиции, вы уже знаете, как правильно сделать или поступить. Давайте мы посмотрим, следующая карта у вас на начало месяца. И вот здесь как будто благодаря вашей мудрости, вот то, что по пятеркой кубка, мои дорогие водолеи, то, что вы понимаете, что вам больно, вы понимаете, что у вас что-то внутри происходит. Но благодаря всему это уже в начале месяца вы узнаете, знаете, как правильно, вы осознаете то, что так должно быть. Но это все благодаря вашей мудрости здесь идет. Следующая карта на начало месяца, вот, правосудие. А по правосудию здесь показывает то, что, знаете, здесь я могу сказать, иногда мы, знаете, чего-то получаем, это по справедливости. И какое-то, знаете, в жизни бывает какое-то наказание, которое мы получаем справедливо. И здесь, если касается, знаете, здесь еще могу сказать, вот тема мне, то, что у водолей, как будто я, то, что мне тема, как будто здесь какие-то темы может касаться тема развода. И как будто, знаете, вижу, как будто, ну, тайна, как будто вы, ну, происходит то, что, ну, для вас, то, что вас больно. Как будто вот такая следующая карта на начало месяца, мои дорогие водолеи, вот. А вот здесь и показывает, мои дорогие, то, что вы уже на начало месяца понимаете, что даже если чего-то касается, каких-то документов, какие-то, но здесь как будто тема развода идет, вот по справедливости, знаете, какие-то документы, вы как будто уже понимаете, чего происходит, и вы начинаете даже, может, закрыться, может, как бы, не допустить каких-то людей, вот, близко к вам. Следующая карта на начало месяца для вас, мои дорогие. И вот шестерка жезла. Шестерка жезла показывает, если вы уже начнете закрывать чего-то, вот, вы уйти от чего-то, вот, ну, быть даже, как говорится, начеку то, что вы одержите уже начало месяца какую-то победу, которую вы знаете, знаете. Здесь самое главное, знаете, закрываться и не думать уже все, я одержал победу, и все, дальше так. Как бы все-таки быть, как бы, ну, справедливо, понимать, что, может быть, и в жизни тоже меняется. Следующая карта для вас, мои дорогие водолеи, на середине, вот, уже на середине августа у вас идут какие-то, знаете, здесь может быть мелко чего-то, вот, какие-то ситуации, ну, чего-то в вашей жизни, или даже крупный может быть, то, что вот, то, что вы уже начинаете, что одержали какую-то победу на чего-то, вы закрыли, может быть, какой-то ситуация от чего-то, то, что это самое, у вас идет, как будто уже новые достижения, какие-то новые перемены уже, какие-то вот здесь может касаться маленький, но как будто даже вот по-новому у вас уже как будто идет эта возможность, вот, для кого-то. Следующая карта на середину, и король Пентакли. Вот почему я сказала тема, вот, вот даже не знаю даже, вот почему по королю Пентакли, здесь я сказала, что здесь для кого-то может быть тема, касаться тема развода, и здесь уже как будто, вы как будто одержали победу на этот мужчина, и как будто уже закрыли чего-то в вашей жизни, и у вас уже идут, идут уже изменения, уже как будто уже какие-то, знаете, перемены идут у вас в жизни, и вот для кого-то, если это касается, может быть, то, что для мужчины здесь его стабильность показывает, то, что идут какие-то перемены, а для женщины может быть, что здесь идут перемены со своим мужчиной, стабильного мужчиной, или там мужа, вот здесь вот такое идет. следующая карта на середину месяца, и это семерка Пентакли, а семерка Пентакли вот показывает, здесь может тоже финансы показывает, что вы уже на середину месяца, вы уже ставите цели, что вы хотите уже другие перемены в вашей жизни, и эти перемены уже вас может привести к хороших финансах, к хорошей стабильности, к хорошей там благо в семье, благо, где вы находитесь, вот такое вот у вас уже в середине месяца, мои дорогие водолеи. Следующая карта на середине месяца и карта Луна. Карту Луна показывает, если для вас, мои дорогие женщины, здесь показывает, что вы как будто должны наполнить свою энергию, а для вас, мои дорогие мужчины, как будто вам нужна такая женщина, которая вас будет наполнять, или здесь еще такая тема может быть, что вы должны вот работать над чего-то, вот вы должны как быстро принять решение, вот не бояться, вот как будто вот убрать чего-то, то что как будто когда вам не дает, вот чтобы ваша голова как бы была, знаете, готова вот к этих переменах, как будто чтобы вы не было, вы понимали, знаете, что это должно произойти. Вот следующая карта на середине месяца, уже вас король Жезлов, а король Жезлов показывает для вас, мои дорогие мужчины, ваше благородство, ваше то, что для женщины я могу сказать, что здесь вот еще может быть такое, что кого-то, кто-то закрывает, вот быстро как бы с бывшим мужем, или чего-то вот работа, где вот был с каким-то мужчиной, вот так это самое, и у вас уже идут вот какие-то перемены, как будто какие-то цели, но вы все-таки вот какие-то страхи еще имеете, вот еще вот это-то в вас, но здесь как будто еще может для женщины появиться какой-то благородный мужчина в ее жизни, а для мужчины здесь как будто он сам вот благородно понимает, что вот здесь как бы он должен убрать чего-то, он уже ставит какие-то цели, что он хочет чего-то нового в своей жизни, для того, чтобы его как бы удача, вот следующая карта на конец месяца, и это у нас тройка жезла, и тройка жезла поэтому и показывает, что у вас уже идут перемены в жизни, потому что вы уже точно знаете, какой выбор вы делаете, какие шаги вам это делать вот вперед, вы как будто уже в конец августа уже это знаете, следующая карта на конец месяца, это девятка кубка, девятка кубка здесь и показывает ваше благо, то, что ваше состояние уже под конец идет, то, что приведет вас уже как бы к хорошее состояние, где у вас все это будет. Следующая карта для вас в конец месяца, мои дорогие водолей, это верховный жрец, а верховный жрец почему и показывает, потому что в конец уже вы начинаете верить в себя, вы начинаете поверить в себя, то, что у вас может получиться, то, что у вас это как бы не было тяжело в начале, то, что это самое, вы пробуете вот все это закрыть, и вы начинаете перемены, начинаете вот продвижение вперед, вы начинаете делать выбор, вы начинаете чего-то, потому что уже в конец уже точно вы верите в себя, вы начинаете вот такое уверенность себя быть на 100%. Следующая карта на конец месяца, это восьмерка Пентакли. Восьмерка Пентакли показывает то, что вы работаете над этим, вы работаете для того, чтобы вы убрали ваши страхи, чтобы вы это закрыли, то, что вы как будто, то, что здесь может быть кто-то еще будет работать над это, чтобы поверил в себя настолько, то, что как бы человек, здесь самое главное, что человек не останавливается, он работает над это. Следующая карта мы возьмем, карта совета, что вам высшие силы подсказывает. А вот почему я и говорю, что ваши страхи, потому что здесь вы как будто, может быть, люди рядом с вами, где они, может, знаете, им не нравится то, что у вас происходит в работе, то, что у вас происходит в отношении, то, что у вас на данный момент есть, вот им как будто это не нравится, здесь как будто, как знаете, вы должны работать для того, чтобы убрать вот тех людей, которые, знаете, как энергетические вампиры, они могут быть вот возле вас. И вот в конец вот показывать то, что вы благодаря своей вере в себя, вы начнете работать над этим, и вы уберете то, что вам не нужно. Мои дорогие водолеи, это был ваш расклад на август месяц. Если вам нужна помощь личного расклада, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.